Поездка с огоньком. Вы находитесь в трамвае, а он горит. Как выжить пассажиру в охваченной паникой толпе? И почему в последнее время вагоны все чаще полыхают пионерским огнем? Машина провалилась в яму посреди дороги. Кто за это отвечает и с кого добиваться компенсации дорогостоящего ущерба? Именно об этом говорим здесь и прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в гостях у нас Роман Грудинин, автоблогер из США. Александр Румянцев, юрист экспертно-юридического центра по ДТП. Дмитрий Коровчук, руководитель центра альтернативного вождения. И Юрий Потопчук, инструктор Одесского центра специальной подготовки, подготовки врач-реаниматолог. Также по телефону к нам присоединится из Киева руководитель центра специальной подготовки Олег Картавый. И мы приступаем к нашей первой по теме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вагон в огне. Очередное воспламенение городского электротранспорта. Резкий взрыв дыма и огня. То есть он сгорел буквально за пару минут. В пятницу. 11 утра. Пересечение с аэропорта Франковской торговой. Ехавший по 28 маршруту трамвай полыхнул прямо во время движения. Большой треск произошел. Начала гореть кабина. Двери заклиненные. Никто не мог выйти. Начали выпрыгивать. Кто как мог. В огненной ловушке оказались пассажиры и персонал вагона. Пытаясь спастись, люди выбивали окна голыми руками. Двери все выломали. Достали всех. Впервые бабушек, потом дедушек. Ну, в принципе, брали кого могли, кто стоял первый. Всех выкидывали, чтобы побыстрее выйти, потому что дым был очень большой. Инцидент обошелся без жертв. Люди, благодаря собственным усилиям, успели выбраться до того, как пламя полностью поглотило вагон. Правда, есть пострадавшие. При эвакуации женщина получила телесное повреждение, перелом голени. В настоящее время она находится в 11-й больнице. По официальной версии, пострадавшая только одна. Хотя сообщалось о нескольких травмированных. И это еще благополучный исход. Если бы не совместными усилиями выбитые окна и двери, этот металлический остров стал бы братской могилой для всех, кто в нем находился. Кстати, за последнее время это уже второй инцидент со сгоревшим вагоном и пострадавшими пассажирами. 7 декабря прошлого года в районе Молодой Гвардии загорелся во время движения трамвай 7 маршрута. Тогда за медпомощью обратилось сразу 6 человек. Я напомню, вы смотрите Дорожные хроники пост-шоу. Если вы стали заложником ситуации, аналогичной той, которую мы обсуждаем в студии, или просто хотите рассказать очередную историю с Одесских дорог, 726-3326. Это по-прежнему номер, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир. Еще один способ присоединиться к нам, принимайте участие в интерактиве. Вопрос сегодня сформулирован так. Чувствуете ли вы себя безопасно в одесских трамваях? Два варианта ответов – да или нет. Так, господа, еще раз здравствуйте. Переходим к обсуждению ситуации. Стрессовая ситуация – объятый дымом вагон, вокруг бушует пламя, толпа. Как выжить в подобной ситуации? Первый вопрос мы адресуем нашему эксперту из Киева. Олег Картав, руководитель Центра специальной подготовки, прямо сейчас с нами на телефонной связи. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, за последний месяц в Одессе было буквально два случая возгорания вагонов. В обоих случаях есть пострадавшие. К счастью, обошлось без жертв. Как вести себя пассажиру, который оказался в подобной огненной западне? Самое главное, что нужно понять всем, кто перемещается в общественном транспорте, в том, что прежде всего убивает паника. Причина проста. Каждый человек – это индивидуум. Но когда он попадает в социум, где много этих индивидуумов, то есть возникает эффект толпы. Вот почему первое, с чем нужно бороться, это с паникой собственной и, соответственно, гасить панику, зарождающуюся в этой толпе, в этом коллективе. Первое, что необходимо сделать, сразу понять, где источник возгорания и применить все силы к его тушению. Обращаю ваше внимание, что в любом транспортном средстве, в трамвае, в троллейбусе, в автобусе обязан быть огнетушитель. Поэтому первое, что необходимо сделать, это своевременно просигнализировать водителю, передать по цепи, броситься самостоятельно, поднять крик и сказать, что водитель, стой, у нас пожар. Водитель обязан применить все силы и средства для тушения пожара. Прежде всего, у него в инструкции открыть все двери с целью эвакуации. Помним, самое главное, что выскакивать просто из транспорта на проезжую часть ни в коем случае нельзя. Думаем о том, что машины тоже едут, и у них, к сожалению, нет возможности максимально быстро среагировать и применить экстренное торможение. Вот почему, выскакивая из горящего трамвая, можно попасть по транспортное средство. И самое главное, помните о том, что прежде всего мы должны понимать, если есть дым, есть продукты горения. Эти продукты горения отравляют наши легкие, отравляют нашу кровь, воздействуют на мозг и воздействуют на сердце. Вот почему необходимо защитить органы дыхания, носогубный треугольник, рот, нос, максимально низко по низицам, то есть присесть, прилечь, и таким образом осторожно уходить, выползать максимально от очага поражения. Именно таким образом мы сможем не потерять сознание. И самое главное, хотел бы я сказать, что в чрезвычайной ситуации очень важна эта подготовка. То есть если человек никогда в жизни не думал о том, что это может с ним произойти, если мы никогда в жизни не прикасались к когнитушителю, потому что нам это было не нужно, если мы не умеем оказывать первую помощь, то мы не в состоянии помочь себе, своим родным и близким, и тем людям, которые нам дороги. Поэтому помните об этом, тренируйтесь и помните, ваша жизнь нужна только вам. Еще один важный вопрос. В последнем инциденте на улице Старопортофранковской очевидцы говорили, что двери заклинили, двери закрыты, окна довольно из плотного стекла. Как действовать в такой ситуации, чем пытаться их выбить? Я вам скажу откровенно, выбить стекло намного сложнее, чем открыть двери. В любом случае в трамвае предусматривано аварийное открытие дверей, и даже если это открытие не работает, мы можем воздействовать на сам механизм, на пневмом механизм, и эти двери растянуть, разжать. В чрезвычайной ситуации у человека мобилизируются силы, и эти силы позволяют сделать щелочку для того, чтобы проскочить. Вот почему здесь не стоит терять время на окна, здесь стоит открывать двери. Спасибо большое. С нами на связи был руководитель Центра специальной подготовки в городе Киев, Олег Картавый. Итак, ситуация, которую мы обсуждаем. Ваш совет, Юрий, как медика-специалиста, как не поддаться в подобной ситуации паники? Потому что, как нам было сказано, паника – это главный враг. Всем добрый вечер. Как уже было сказано, паника охватывает всех, кто находится в очаге поражения. Поэтому не поддаться ей очень сложно, если ты не попадал в такую ситуацию, если ты не тренирован, если ты не знаешь, что необходимо делать. Чтобы не поддаться панике, как уже было сказано выше, необходимо выполнять все эти действия, которые были оговорены, определить источник возгорания, постараться погасить. Но если же нет средств или нет возможности погасить, необходимо срочно эвакуироваться из данного места. Но при эвакуации помнить, что есть специальные механизмы эвакуации, пути отступления, и что рядом проезжая часть, которая может также нести в себе угрозу. Какие основные угрозы становятся перед человеком, который оказался в подобной ситуации? Это пламя, это травмы в толкучке, либо это травма от выбитых стекол? Что страшнее всего? В первую очередь, это все-таки отравление за счет веществ, которые горят. Потому как, если не соблюдать правила безопасности, о которой говорилось выше, то есть максимально низко не пригнуться, и не пытаться найти способ эвакуироваться из данного вагона, выйти из него, то можно банально получить потерю сознания. Ну, а дальнейшая судьба данного человека, я думаю, всем будет понятно. Если человек теряет сознание в толпе, соответственно, получается давка, человек получает травмы. Если мы говорим о разбитых стеклах, убитых стеклах, опять-таки, в зимнее время есть перчатки, можно обезопасить себя, одевать их на руки, но в данной ситуации в панике обычно об этом не думаешь. Люди просто стараются выйти из горячего помещения, либо же из горячего вагона, как было в данном репортаже. Человек потерял сознание, надышался угарным газом. Какую первую помощь ему следует оказывать, и стоит ли его вообще трогать, или просто нужно оттащить на свежий воздух, вызвать скорую и ждать? Если мы говорим о бугарном газе, нам необходимо его эвакуировать на безопасное расстояние, чтобы безопасно для себя, как спасателя, оказать базовую сердечно-лечную реанимацию, если она необходима, либо находиться рядом с человеком до приезда бригады скорой помощи. Это точка зрения человека, который стал свидетелем данного происшествия. То есть в данный момент мы говорим о таком понятии, как парамедик, то есть человек, который не имеет специального медицинского образования, который просто хочет помочь. Какая-то база заложена условная? Конечно, база заложена. Это банально человек, который проходил курсы у нас, в нашем центре специальной подготовки. Наши курсанты знают, что необходимо на безопасное расстояние оттащить пострадавшего, необходимо проверить витальные функции. К ним относится основная функция, которая нас интересует, это дыхание. Дыхание по системе СОС. Смотрю, ощущаю, слышу. То есть мы проверяем, дышит ли человек не только при помощи слухового анализатора, мы проверяем при помощи зрительного, при помощи тактильного, при помощи слухового анализатора одновременно, что позволяет нам убедиться в том, что человек жив, а значит дышит. Если он дышит, значит он до приезда скорой помощи останется жив. Если же человек перестает дышать в результате вашей транспортировки его на безопасное расстояние, необходимо срочно начать базовую сердечно-лечную реанимацию. Себе какую-то помощь предварительную оказываем? Вот надышался человек тем же угарным газом, вышел только что из трамвая, что нужно сделать самому себе, чтобы привести себя в порядок? Нужно сесть и подышать. Если мы говорим об угарном газе, необходимо отойти на безопасное расстояние, сесть и дожидаться приезда скорой помощи. Это самое простое, что может сделать человек, находящийся в данной ситуации. Потому как, если мы говорим о каких-то кровотечениях, необходимо специальные средства кровоостанавливающие. В данной ситуации на улице, честно говоря, я не знаю. Если рядом проезжающие автомобилисты остановятся и предоставят аптечку, в которой есть, к примеру, жгуты, в которой есть бинты, тогда мы справимся с данной ситуацией. Но если таковых не будет, а будет просто паника, и через 10 минут, а мы помним, что время доезда скорой помощи это 10 минут в городских условиях на экстренные вызова, через 10 минут скорая помощь не появится, соответственно, ему придется оказывать себе помощь. Но зачастую в такой ситуации скорую помощь вызывают моментально, поэтому в момент, когда человек выходит и садится на безопасном расстоянии от источника поражения, ну, воспламенения, имею в виду, в данном случае горячего вагона, скорая уже приезжает на место событий, и медики уже готовы оказать неотложную медицинскую помощь. Неотложную медицинскую помощь в целом. Такой вопрос. У вас в центре проходили ли подготовку представителей того же городского электротранспорта или предприятий-перевозчиков? По идее, какая-то базовая подготовка должна быть у водителей и маршруток, и троллейбусов, и трамваев? Безусловно, проходили, и они обучены элементарным манипуляциям по поддержанию жизни, опять-таки, до приезда скорой помощи. Напомню, что это работа парамедиков, это люди, которые не имеют права на определенные медицинские манипуляции. Они не имеют права на работу с медицинскими препаратами. Это то, чем владеет скорая помощь, и то, что помогает скорая помощь реабилитировать, восстановить, додержать до реанимации пострадавшего, либо до специальной хирургической помощи, ну, и так далее. Наша сегодняшняя дискуссия напрямую касается работы КП Одесс-Горэлектротранс и департамента транспорта Горсовета. В принципе, для того, чтобы дискуссия была максимально объективной, мы связались с руководством и департамента, и КП. Пригласили в студию. К сожалению, ни у господина Жемана, ни у господина Илько не получилось прийти. Пользуясь прямым эфиром, мы еще раз приглашаем принимать участие в наших дискуссиях. Давайте совместными усилиями хотя бы немножко сделаем еще чуть более безопасным, сделаем наши дороги. Тем не менее, по ситуациям с возгораниями трамваев нам удалось получить комментарий директора КП Горэлектротранса Дмитрия Жемана. Предлагаю его сейчас послушать. По одной ситуации я вам сейчас могу точно сказать. Это в результате разрыва запобедника произошел перепрос электродуги на корпус. Ну и это за собой, это потянуло возгорание. Это износ старого оборудования, это какая-то поломка механическая? Ну, в данной ситуации давать какую-то точную оценку я бы не стал, потому что еще работает комиссия, когда уже будет полностью подписан акт, тогда я уже могу что-то сказать. Пока вот на данном этапе вот эта информация, которую я могу поделиться. По-моему, 7 или 6 декабря в районе Молодой Гвардии там тоже вагон основательно обгорел. Да, там было возгорание электрооборудования в Апширске, то есть ситуация может показаться аналогично, как бы там источник возгорания был именно это в Апширске из-за скачка напряжения было замыкание короткое. Кстати, как нас заверил Дмитрий Жемон, сейчас идет активная работа над тем, чтобы подобные ситуации в будущем не повторились. Предлагаю, еще один фрагмент звонка заслушать. Ведется полная ревизия всех этих электрошкафов по всему подвижному составу, полностью создана комиссия. Более того, мы расшиваем вагоны и делаем на перевизию всей электрочасти всего подвижного состава. И мы меняем полностью все запобежники по всему подвижному составу. И важный момент, то есть мы внесли изменения в систему обслуживания этих шкафов. То есть мы сейчас делаем осмотр их в рамках ТО1. То есть это фактически еженедельно будем делать перевизию. Вот собственно комментарии от КП Горэлектротранс. И я напоминаю, что еще один гость нашей студии это Роман Грудинин, автоблогер из США. Ром, помимо того, что у тебя хобби восстановления ретроавтомобилей, ты еще увлекаешься в принципе электротранспортом и не понаслышке знакомы о состоянии нашего одесского подвижного состава. Так как официальные представители к нам в студию не пришли, привлекаем мнение независимых экспертов. Расскажи для начала, как в принципе твое знакомство с электротранспортом состоялось? Чего? Я в принципе с детства люблю трамваи, троллейбусы и постоянно в них ездил. А потом посчастливилось поработать на сборочном конвейере троллейбусов, который находился внутри Украины на автобусном заводе. И я немножко понимаю, как сертификация проходит оборудование, электрооборудование, которое должно работать в этом транспорте. И КП Одесс Горлекта Транс они делают свои вагоны. То есть они берут кузова и оборудование ставят. У них как бы в принципе, как я понимаю, нет сертификатов на это. Они сами это оборудование создают. И я видел, как они это создают. Есть один человек, который создает эти панели и на этих обновленных низкопольных, полунизкопольных вагонах, которые у них есть, в каждом вагоне оборудование разное. То есть от первого до седьмого они как бы постоянно его дорабатывают. То есть у нас сейчас по рельсам двигается такой хендмейт? Ну, да. Хорошо. У нас есть заявление господина Жемана о том, что станет в трамваях безопаснее после того, как проведут проверки. Твое мнение, это оборудование можно как-то привести до состояния безопасного? И вообще, в принципе, тот комментарий, который ты услышал по техническим характеристикам трамваев и по характеристикам этих поломок, что это значит в принципе? Ну, во-первых, можно ли обезопасить эти вагоны? Я считаю, что если критически отнестись к этому, то есть именно сертифицированного человека, пустить, чтобы он осмотрел это все оборудование, то это в принципе можно. Но на самом деле это будет делаться по-другому. Я так предполагаю, что это будут делать те люди, которые обслуживали советские, ну, вагоны именно чехословацкие, Татра Т-3, они общего вообще не имеют с оборудованием, которое сейчас стоит на этих вагонах. То есть раньше оборудование было одно, а если даже корпус вагона выглядит так же, то сейчас оборудование там совсем другое. И когда обновляли вагоны в 2000-х годах, там было оборудование СЖЛ, и другие фирмы тоже ставили оборудование. И оно все разное. То есть это надо, чтобы человек как бы именно от тех компаний смотрел, а не просто люди, которые ремонтируют вагоны еще с советского периода. Хорошо. Нынешнее состояние в принципе подвижного состава какое у нас в Одессе? Ну, старое, то есть печальное состояние на самом деле. Вагоны 70-х, 80-х годов выпуска, и они уже в полтора, в два раза отслужили свой срок, на который они строились. То есть вагон изготавливался отслужить от 15 до 18 лет в среднем. А сейчас вагонам 35-40 лет. Его можно как-то реанимировать, капитально отреставрировать, чтобы он безопасно ходил по маршруту? Можно, но дело в том, что если это делать, то это надо сделать с определенным порядком. То есть это надо полностью все снять с кузова и абсолютно новое поставить. А на самом деле капитальные ремонты, которые проводились в 2000-х годах, они не были проведены таким образом. То есть может первые какие-то вагоны были, но на самом деле очень много оборудования, я сам знаю это лично, что я видел это, тележки, моторы и так далее, их просто перематывают в домашних условиях, ну то есть в парке. И они не сертифицированы. Если это человек, например, который перемотает двигатель, не сделает это правильно, то короткое замыкание там или где-то в другом месте в электроцепи вот приводит к таким происшествиям. Сейчас будет максимально некорректное сравнение, но вот проживая в Нью-Йорке, ты наверняка мониторишь собственно новости. Как часто проскальзывает информация о том, что произошло возгорание общественного транспорта, в частности электротранспорта? У нас в США? В США, да. Ну в США у нас не происходит такое, потому что на самом деле проверяется все настолько часто и серьезно, что не допускают, что произошло что-то такое. Подвержение опасности к опасности людям у нас это очень как бы серьезная тема и они над этим следят. Ну я заранее оговорился, что сравнение будет максимально некорректное. Напоминаю, вы смотрите Дорожные хроники пост-шоу 7263326 номер, по которому вы можете присоединиться к нашей дискуссии. Сейчас мы обсуждаем проблемы горэлектротранспорта и вопрос выживания в горящем трамвае. Дмитрий, альтернативное вождение это немножко не тот профиль, который подойдет при выживании в горящем трамвае, но тем не менее наверняка и как автомобилисту и как эксперту есть что сказать по этому вопросу? Да, конечно. Помимо экстремального вождения я также являюсь экспертом по безопасности дорожного движения, поэтому могу пару слов сказать. Ну вот начнем сначала то, о чем рассказывали о поведении людей в подобных ситуациях. Первое, что я услышал, что очень важно для каждого пользователя, кто пользуется городским транспортом, это помимо знать, как выживать, когда уже все случилось, когда он заходит, хотя бы посмотри, где находится огнетушитель и есть ли он. это первое, чему часто учат на тренингах, осмотреться в любой опасной ситуации или в перспективе ее назревания, нужно посмотреть, есть ли эти молоточки для разбивания стекол, чего, естественно, нету. Далее хочется поаплодировать, наверное, в очередной раз одесситам, потому что они самоорганизовались таким образом, что нету пострадавших. Это довольно серьезно. Есть пострадавшие, к счастью, без жертв. Без жертв, да, я прошу прощения, оговорился. Без жертв пострадавший один человек, мы это слышали. Суть в чем? Я, мониторя эту информацию, слушал, что, да и представляю себе, как это происходит, люди пошли к дверям и заблокировали их собственной массой критической. Есть такое выражение, что в одесском общественном транспорте всегда найдется бабушка, которая знает точно, что делать. Как бы тут не про бабушку речь, но хорошо, что нашелся человек, который, видимо, подал какие-то команды или как-то сумел организовать толпу, потому что были в соцсетях об этом отзывы, что кто-то все-таки давал некие команды, которые звучали над хором толпы, скажем так. Это помогло открыть двери, кто-то уже там снаружи разбивал стекла и так далее. У меня вот есть вопрос, я в нем немножко плаваю, что по инструкции должен делать водитель трамвая в такой ситуации, должен ли он покинуть кабину и как-то пытаться снаружи разбивать стекла, пытаясь помочь выйти пассажирам, ну, это второе. Что касается непосредственной безопасности и вот наших старых вагонов, у нас вообще так все прикольно в стране, у нас люди до сих пор первые прыжки с парашютом осуществляют на парашюте дуб, который трижды превысил свои нормы вообще жизни как таковой. Мы ездим в общественном транспорте, который собран как пазл. Просто я считаю, что, ну, бдительность личная это первое, что поможет выжить вообще всем. Готовность элементарная хотя бы спрогнозировать, что с тобой хоть раз в жизни может подобное случиться, это поможет уже более детально оценивать ситуацию, как я уже говорил, хотя бы понять, есть ли и где этот огнетушитель, есть ли молотки для разбивания стекол и вообще, где вы находитесь, кто вокруг вас. Что касается вот непосредственно соцопроса, чувствуют ли наши граждане себя в безопасности в общественном транспорте, возгорание проводки, я просто был, скажем так, в горящем транспорте как раз вследствие замыкания проводки довольно страшная тема. Пока нету тотального контроля над качеством проверок и тотального контроля над качеством сборки, мы все все время рискуем. Поэтому только личная бдительность поможет нашим людям чувствовать себя безопаснее, а не какие-то там меры вот в том вот КП, в котором они собирают, потому что как мы слышали ответственное лицо, мне показалось, что читал по бумажке и слово запобежник перенести на русский к сожалению не смог. То есть не все понимают с чем они имеют дело, все пытаются из пазла собрать что-то вроде бы нужное, оно не получается, в итоге рискуют простые жители. Ну в целом это общая ситуация в нашей стране, думаю, не только. Ну мы сейчас уходим в высокие материи, будем отталкиваться от конкретного примера. Александр Румянцев наш эксперт по юридическим вопросам ситуации на Старопортофранковской. По официальным данным один человек пострадал, у женщины перелом ноги. Кто должен компенсировать лечение в данном случае? В данном случае должно КП Горэлектротранспорт. Как этого добиться, главный вопрос? Ну я думаю, до судебном порядке не удастся добиться, поэтому только в судебном, то есть подавая гражданский иск. Помимо компенсации за лечение, то есть предоставляются чеки за лекарства, за посещение наших бесплатных врачей и прочее, прочее, есть ли возможность как-то компенсировать материальный ущерб? Ведь человек оказался на грани жизни и смерти, действительно стрессовая ситуация, есть ли какая-то такая возможность воздействовать на тех, кто допустил подобную ситуацию? Я переспрошу, материальный или моральный? Моральный. Моральный, конечно, потому что в том числе боль, причиненная повреждением здоровья, это и будет моральным ущербом. Конечно, имеет смысл более того, даже в назидательных целях для будущего, для будущего безопасности пассажиров трамваек обращаться за взысканием в том числе морального вреда. Как это делается, вот кратенький алгоритм? Готовится исковое заявление, мотивируется, требование, опирается на нормы закона и подается в суд. Хорошо. Вот касательно материального ущерба в давке, в пожаре, вы лишились ценных вещей, забыли сумку с ноутбуком, разбился планшет, варианты есть всегда. Как и можно ли добиться компенсации в этом случае? Ну, я думаю, нет, ничего невозможного, но здесь это будет отдельным предметом доказано, что именно в этой давке потерялась именно такая вещь, она действительно была у человека, да, это документами можно подтвердить. Вопрос, как доказывать, потому что именно в давке вопрос интересный, ну, как вариант свидетелями. Как вариант свидетелями. Хорошо. Ситуация возле молодой гвардии, возгорание еще одного трамвайного вагона, по информации было 6 пострадавших, здесь по информации помимо женщин, у которой есть перелом, тоже было несколько травмированных. Если вовремя не обратились с жалобой на здоровье, вовремя не подали заявление о случившемся, есть ли возможность как-то впоследствии доказать то, что вред здоровью причинен именно в этой критической ситуации? Я думаю, да, но в отличие от маршруток, в трамваях у нас довольно-таки часто выдают билетики, то есть это будет подтверждением проезда. Там, конечно, придется доказывать причины следственной связи, потому что вот это повреждение здоровья следствия именно происшествия в трамвае. Вполне все возможно. Если будет установлено, что человек действительно был в трамвае, находился в этом трамвае, который горел, то я думаю, уже у суда не будет возникать лишних вопросов. У нас есть интерактив, чувствуете ли вы себя безопасно в одесских трамваях? Его результаты мы озвучим в самом конце нашей дискуссии, а пока у нас есть такой опрос на выезде. Моя коллега Кристина Немченко прокатилась в пятом трамвае и пообщалась с его пассажирами. Вот что из этого получилось. В таком состоянии плачевного, что смотришь, страшно заходить. А что вам у тебя дурчило? Сам внешний вид этого трамвая, плюс эти сидения. Ты понимаешь, что люди ведут себя некоторым, скажем образом, не очень хорошо, но эти новые, а те старше меня, наверное, трамваи еще. Я помню их еще с детства. По десятиберной шкале как оцениваете в целом состояние? Ну, сравнить с Киевом, конечно, тут в половину, а те в двойку просто. 29-е, 27-е, вот эти вот тройка. В таком возрасте, видимо, их надо просто списывать, а списывать нужны деньги, чтобы приобрести другие. Двери плохо закрываются. Не знаю, грязные. Трамвайщики наши уже устаревшие. Появились некоторые модели, которые более-менее комфортные, но их, к сожалению, маловато пока. Ну, ехать все равно надо, поэтому, что подходит, на том и едешь. С виду трамвай новый, а внутри все старое, обшарпанное. В целом, давайте пошкарим, лет до одного до десяти. Какое состояние в детских трамваях? Ну, нет предела совершенства, но семерочку я бы дала. Вы не опасаетесь работать? Нет, я работаю уже 19 лет, поэтому я как бы не опасаюсь. Со мной, у нас, у меня за 19 лет такого случая не было. Трамвая, чтобы сгорел трамвай, именно там, где я работаю. Итак, это по-прежнему Дорожные хроники, пост-шоу, дискуссионная площадка, на которой пытаются сделать дороги нашего города хоть чуточку безопаснее. Сегодня мы говорили о выживании в горящем трамвайном вагоне с нашими экспертами. Господа, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу, поэтому резюмирующая реплика, комментарий по сегодняшней нашей дискуссии. Прошу. Безусловно, заходя в любое транспортное средство, вы должны подумать о собственной безопасности. В случае с трамваем вы действительно должны обратить внимание, как было уже сказано, на то, хорошо ли закрываются и открываются двери, не заклинивает ли механизм на какой-то из остановок и есть ли кнопка экстренного открытия дверей. В ситуации, если же уже возгорание произошло, как было сказано, нам необходимо первое, определить, где источник, попытаться его ликвидировать. Если это не получается сделать, необходимо срочно эвакуироваться в плановом порядке из данного средства транспортного, будь то трамвай, будь то троллейбус или другое транспортное средство. Не поддавайтесь панике. Паника это то, что не дает спокойно, трезво мыслить и действовать в таких ситуациях. Ну и хотелось бы сказать, что мы живем в 21 веке, любые ситуации в тренинговых центрах можно смоделировать. У нас также есть определенные тренинги, направленные именно на отработку навыков в ситуациях с пожаром. в случаях, когда необходима неотложная помощь, поэтому приходите к нам, мы вас обучим. Я абсолютно согласен с тем, что нужна тренировка, и только тренированный человек имеет намного больше шансов выжить в экстренной ситуации. Ну, а тем людям, которые по какой-то возможности не имеют, не имеют возможности тренироваться или не хотят, хочется сказать, должна быть в таких местах, где есть вероятность опасности. Здоровая паранойя, небеспечность, которая появляется от мысли, что вот много лет ничего не случалось, да и не случится, и люди забывают быть бдительными. Вот здоровая паранойя, что когда идешь ночью по улице, что когда садишься в городской транспорт, что когда ведешь автомобиль, она быть должна. Я рекомендую всем быть бдительными, побольше тренироваться и действовать всегда в свое благо и благо окружающего. Роман, от вас, не знаю, совет или горэлектротрансу, или Одесси там. Ну я думаю, что горэлектротрансу, конечно, потому что если будет контроль над тем, как выходят вагоны, над их состоянием, если появится желание, это все можно сделать так, чтобы вагоны были безопасны. То есть желание чего? Именно создать систему, по которой будут работать все рабочие обслуживающие персонал депо и будут выполнять свои задания. И тогда, если они их будут выполнять и запчасти будут качественно заказываться, то тогда все будет нормально и происшествия не должны происходить, и тренировки не надо будет. Не считайте меня пессимистом, но я лично господину Жеману в данном случае не верю в том, что будут ТО проводиться еженедельно будут менять запубежники. У нас есть такое правило гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому я так подозриваю, как бы это плохо, как бы это может некрасиво не звучало, до каких-то масштабных жертв, я уверен, что ничего не поменяется. Ну, будем надеяться, что худшие прогнозы не оправдаются, будем надеяться, что увидим представителей официальной власти уже на следующем постшоу у нас в студии и сможем в живом диалоге дойти до какого-то единого мнения. спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, ваши советы придутся кому-то на пользу и, возможно, даже спасут чью-то жизнь. Сегодня у нас в студии были Александр Румянцев, юрист экспертно-юридического центра по ДТП, Роман Грудинин, автоблогер из США, Дмитрий Коровчук, руководитель центра альтернативного вождения, Юрий Потопчук, инструктор одесского центра специальной подготовки, врач-реаниматолог. Еще раз спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь ровно на неделю. Кстати, для тех, кто не смотрел очередной выпуск Дорожный Хроник, у вас есть возможность компенсировать это упущение сразу после итогового выпуска новостей только на седьмом. Редактор субтитров А.Семкин